МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилей Десногорской войсковой части 36-78. Отчетный концерт хип-хоп-студии «Форсаж». Областной конкурс «Безопасное колесо». Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 10 мая войсковая часть 36-78 отмечала свое 35-летие. В нашем первом сюжете мы расскажем вам, как прошло торжество. В зале Цессони Трина для торжественной церемонии юбилея собрались действующий состав части ветераны, коллеги и почетные гости. Войсковая часть 36-78 – практически ровесница Смоленской атомной станции. Она была создана для обеспечения безопасности на атомном объекте. Директор САЭС Павел Лубенский высоко ценит труд бойцов войсковой части. «Важность той задачи, которая стоит перед нами, она подтверждается временем, в котором мы сейчас живем. И слава Богу, что у нас есть воинская часть, у которой боевые командиры, боевые офицеры, дисциплинированные солдаты, которые правильно воспринимают поставленную задачу. И благодаря вам, уважаемые коллеги, мы выполняем задачу, мы спокойно приходим на работу. И мы уверены в том, не побоюсь этого слова, что враг к нам проник. Военнослужащие части неоднократно принимали участие в контртеррористических операциях в Северокавказском регионе, за что получили правительственные награды. Часть уже не раз занимала первые места в Центральном федеральном округе. Все ее заслуги отметил глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин. Администрация муниципального образования города уверена, что охрана и обороны Смоленской атомной атомной станции означает и город в надежных руках. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов воинской службы. Военнослужащие части 3678 заслуженно принимали поздравления и награды за свою достойную службу по охране Смоленской атомной станции и на благо России. Правительство России решило продлить действия программы льготного автокредитования на 2017 год. Документ подготовлен Минпромторгом в рамках мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны в текущем году. Закон претерпел некоторые изменения. Максимальная стоимость авто, которая попадает под условия программы льготного кредитования, в этом году увеличена до полутора миллиона. Это позволит расширить список марок и моделей с возможностью получения кредита. В апреле текущего года среднестатистическая цена поддержанного авто в России выросла на 3,5%, что составило более 400 тысяч рублей. В разных регионах цены на поддержанные автомобили росли за последний месяц неравномерно. Тренд на продажи старых и очень старых автомобилей понемногу остается в прошлом. Сегодня в интернете все больше торгуют машинами возрастом моложе 7 лет. Парк бэужных автомобилей молодеет и, судя по статистике, дорожает. В минувшее воскресенье в городском центре «Досуга» состоялся отчетный концерт хип-хоп-студии «Форсаж». Руководитель образцового творческого коллектива Людмила Храмова. Подробности далее. Кучу положительных эмоций и драйва получили все, кто пришел в этот вечер на концерт. Воспитанники коллектива подготовили целый каскад незабываемых танцевальных композиций, которые бурно были встречены залом. Хип-хоп-студия «Форсаж» «Форсаж» ведет свою работу в городском центре «Досуга» с 2002 года. За этот период Людмила Храмова научила уличным танцам многих десногорских мальчишек. Вот и в этот вечер во взрослую жизнь проводили шестерых. Тимура Мишурова, Андрея Матвеева, Антона Назарова, Никиту Матвеенкова, Дмитрия Фадеева и Анатолия Митунова. Воспитанникам навсегда запомнится жизнь в коллективе. Когда танцуешь, ты совершенно другой, и тебя узнают по-другому, и вся вот эта эмоция, которая накапливается, она вырывается наружу и даришь ее всем. Танец для меня – это жизнь, и я в дальнейшем планирую это воплощать. Мой папа меня привел сюда, и здесь буквально за месяц я с младшей группой попал сразу в старшую. Что говорить насчет руководителя? Это человек, который просто превыше всего для нас на наших занятиях, тренировках. Это человек, который всегда поддерживает, скрывает свои эмоции, если мы где-то шалим. И просто этому человеку огромное спасибо, и я его очень безумно люблю. За терпение и материнскую любовь руководителя Людмилу Алексеевну поздравили и родители выпускников. Выродить от родителей благодарственные слова. Уважаемая Людмила Алексеевна, примите слова искренней благодарности за ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание наших детей. Благодаря вашему чуткому отношению и доброжелательности каждому из воспитанников наши дети смогли раскрыть свои таланты, способности вырасти ответственными, яркими и самостоятельными людьми. Низкий вам поклон. С 1 сентября Людмила Алексеевна наберет новых маленьких дисногорцев, которых будет учить мастерству уличного танца. В областном центре начал работу фестиваль «Детский киномай», который продлится до 16 мая. Зрители ждут бесплатные кинопоказы в течение нескольких дней. В программе кинофестиваля 29 полнометражных кинолент для детей и о детях. Многие из них являются призерами и победителями престижных кинофорумов. В рамках форума пройдут встречи с известными и начинающими актерами, а также круглые столы, конкурсы, мастер-классы в 15 учреждениях культуры и образования Смоленской области. Конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения. Безопасное колесо проводится в Смоленске ежегодно. Фестиваль организуют совместно сотрудники ГИБДД и Департамента Смоленской области по образованию и науке. В этом году он посвящен Дню Победы и 85-летию службы безопасности дорожного движения. 28 команд соревновались в знании правил дорожного движения, приемах оказания первой помощи и творческом конкурсе. Цель мероприятия – предупреждение детско-дорожно-транспортного травматизма. Победителем стала команда из 24-й средней школы города Смоленск. Именно она будет представлять нашу область на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2017», который состоится 1 июня в Ульяновской области. А сейчас криминальные новости. В Монастырщинском районе жители Москвы зверски расправились с пенсионерами. Войдя в доверие к пожилым людям, преступники оказались в их доме. После того, как хозяева предложили их проводить, они зверски избили их молотком и вилами, похитив после этого все сбережения пенсионеров в размере более 40 тысяч рублей. И скрылись. Полуживых супругов обнаружила медсестра, которая постоянно их навещала. Мужчина после побоев скончался, а его жена находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. За разбоем грозит 10 лет заключения. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую рабочую неделю и выходные нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 127 сообщений о происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с техническими повреждениями. Выявлено 151 административное правонарушение, в том числе 125 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. Смоленскую область в проекте «Усадьбы России» представит имение Михаила Глинки. Проект был представлен на заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры России в Рязани. В него вошли 17 усадеб из 16 регионов России. Смоленская область представлена музеем «Усадьба Новоспасская», принадлежавшей основоположнику русской классической музыки Михаилу Глинке. 16 мая в 18.30 образцовый хореографический коллектив «Каприз» приглашает дисногорцев на свой юбилейный концерт. Танцы на высоте 15.0. И в завершении выпуска новости спорта. В областном центре прошли открытые соревнования по фигурному катанию на Кубок Победы. 200 спортсменов из разных регионов приняли участие в самом масштабном турнире по этой дисциплине, который когда-либо проводился в Смоленске. В нашей области фигурное катание – достаточно молодой вид спорта, поэтому почти все призовые места заняли гости. А смоляне получили важный соревновательный опыт и набрали баллы в личных рейтингах. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин